Вот смотрите, есть рисовые поля, есть монетные поля, а есть вот такое маковое поле. Вот сколько дикого мака. Смотрите, насколько четкий монетный сигнал. Сейчас я его попробую, если получится. О, что-то его, пожалуйста, что и требовалось доказать. Вот вам монетка. А не, ошибочка, ребята. Ошибочка, это у нас не монетка, это у нас будет пуговка. Да, ошибся я. Вот смотрите, что мне попалось. Может побольше откололось, железо подлетало. Вот, кто встречал, может что-то подобное. Вот, попробовал очистить, думал дырка. С этой стороны немножко, вот, пошло, а дальше не знаю, то ли закисло, то ли вообще запчасть какая-то от машины. Возможно и нет. Вот такая кроха попалась. Одна копейка ранних советиков будет. А год, сейчас мы посмотрим. 1940 года. Вот такая копеечка красивая. Вот снова показался в такой ямочке. Вот такой кругляшок. Я думаю, будет ничего особенного, да. Обычные, часто встречаемые два филлера. Вот. Вот бывает просто в изумительном сохране монеты. Два филлера. Австро-Венгрии. 1895 года. Сохранчик порадовал. Как дятел раздолбил два дупла. Вот это работа. Вот смотрите, буквально в пяти сантиметрах. На глубине пяти, может и меньше. Вот попалась советская пряжка. Или военного, или послевоенного времени. Вот это я уже вам точно не скажу. Вот. 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 Привет. И рожки. Вот, ребята, послушайте, насколько четкий сигнал. Есть глубина. Есть глубина. Есть глубина. Есть глубина. Сейчас я попробую. это дело, если смогу. Вот. Смотрите. Ух ты. Нифига себе. И шо это? Какой-то знак. Смотрите, ребята. это. Ё-моё. Какой лев. Ё-моё. Какой лев. Ё-моё. Честно скажу, хотел я вас чем-то удивить в последнее время, но обычные рядовые находки попадались. Но это, ну не знаю просто. Не знаю. Вес. Вес. Вес имеет. Явно это бронза будет. Вот. Такой лев. А это явно была накладка, потому что. Вот. Видно. Отлома. Отломалась. Вот. Часть. Средине. Но. Без понятия даже по периоду. Что это вообще может представлять. Ну. Вещица действительно красивая. Вот. Я думаю. Вот так. Вы сами это увидите. Да. Да. Материал. Это сто процентов бронза. Потому что я уже в этих краях находил и бронзовые браслеты и бронзовые топоры. Ну не знаю. Если это к тому периоду относится. То я. Это будет просто фантастика. Конечно. Но я думаю все равно. Это и так отличная находка. То что она старая это будет сто процентов. Вот. Было. Ямку. Начал притаптывать. Увижу щетку. Даже от радости. Щетку забыл. Для которой. Которая чищу находки. Вот. Смотрите. И. Правда. Есть еще какой-то сигнальчик. Правда он очень непонятный. Сейчас если будет интересно. Это конечно. Это все вам покажу. Такой кусочек. Вот. Смотрите. Я уже примерил. Вот. Практически он. Потому что тоже бронзовый. Вот так. Практически он уже к нам. К нам к этой штучке и подходит. Но. Видите. Верхняя часть. Вроде. Вроде тоже обломана. А возможно это все. Вот. Так. И было. Такой замок. От сундука попался. Да. Замок есть. Сундука пока нет. Вот. Будем искать. Попался. Значок. Еле прочитал. В ЛКСМ. А вот снизу не мог никак разобрать. Мастер умелец. Офигеть. Чем только не умудряются люди. Засорять лес. Вон. Смотрите. Какую хрень притащили в такой лес. Да. Да. Ужас. Действительно хрень. Это ты ёперный театр. Тигр. вот покажу находки сегодня с товарищем вышел вот смотрите быстренько вон сколько маленьких накопал по 1 копейке 2 копейки двушка выпала 53 еще одна двушка 56 медная с пряжечки 20 копеек 79 это уже убитую еще почистить можно тоже одна копейка свинцовая пуля и такая пугалка советского солдата в общем тоже неплохо зачет вышли немножко по полю походить потому что ветер очень большой и в лесу падают ветки можно как в этом фильме конечно но опасненько в принципе ходить когда ветер такой большой потому что ветки сухие и реально может дать по голове вышли вот пошли по полю ну реально ничего ничего стоящего не попалось находочки вы все сегодняшние видели всем конечно спасибо и подписчикам и зрителям желаю вам здоровья отличного настроения увидимся до новых новых встреч пока